добрый вечер добрый вечер сегодня как я и обещала я вышла в прямой эфир чтобы немножко вам показать по теме которая была заявлена показать что мы можем сделать к новому году какой декор сейчас пока вы собираетесь добрый вечер женя здравствуй привет скажите мне пожалуйста дайте обратную связь как меня видно как меня слышно главное слышно видно надеюсь хорошо как меня слышно все ли нормально здравствуйте я иногда буду опускать глаза вниз дело в том что телефон у меня находится далеко чтобы увиден был мой стол а я дублировала комментарии на компьютер он стоит немножко поближе поэтому я вас читаю здесь осмотрю на вас сюда спасибо же не все хорошо да и так приступим я сегодня забежала ненадолго надеюсь хотела показать вам несколько идей быстрых идей которые можно сделать практически из подручных материалов либо купив это в самом дешевом магазине как вот например фикс прайс или в ашане или в каких-то вот таких вот магазинах где всякие мелочи интересные блестящие можно приобрести не задорого первый объект который хочу вам показать это мы с вами сейчас прямо в прямом эфире сделаем вот такой подсвечник значит он практически создан из природных материалов такая вот свеча создан из природных материалов вместо веточек можно использовать у меня веточки использованы искусственные а она вижу что кто-то пришел из испании она значит смотрите здесь веточки можно использовать от старых елочек например каких-то до либо кто-то умеет может сам сделать накрутить у меня ветки от старых елочек вы можете сорвать обычные отрезать веточки это может быть можжевельник это может быть сосна то есть любых любая веточка которая вам грянется ну значит сейчас я вам покажу как это создается делается это все очень быстро и несложно смотрите в основе мы используем вот такой стаканчик такие стаканчики можно получить после свечи купленные свечки в икее либо фикс прайсе вот такой стаканчик стоит 25 рублей это подсвечник самый обычный либо может быть стаканчик у вас есть свой какой-то похожий такой не 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 нужный который не жалко можно будет задекорировать дальше сейчас пока еще нет не выпал снег мы можем спокойно пройти и насобирать вот таких палочек самых обычных палочек и шишек шишки тоже в большом количестве сейчас все они есть можно их найти я заранее их немножечко притонировала грунтом они вот такие вот беленькие припорошенные веточки тоже я обрезала ветки могут быть разные у меня как-то получились очень прямые вы можете веточки выбрать даже ириш привет даже можете выбрать веточки кривенькие тоненькие косенькие любые а я их тоже чуть-чуть припорошила грунтом белым вот это можно сделать и потом можно сделать привитульки ириш привет можно сделать и попозже так и так приступим значит для начала наш стаканчик горячий пистолет и веточки и просто начинаем спокойненько вопрос еще такой хорошо видно то что происходит на столе я надеюсь что видно мне по всяком случае видно что вы меня видите руки мои видны приблизительно намечаем серединку и и проклеиваем наносим клей и приклеиваем и так делаем несколько раз совершенно в хаотичном порядке то есть можно приклеивать их не обязательно в одной плоскости да то есть мы можем приклеить сначала и и так следующую можем немножечко под уклом чтобы они были более такие как сказать более натуральные смотрелись и таких веточек приклеиваем с каждой стороны немного где-нибудь я сделала штучек по 5 пониже камеру еще еще пониже и лишь ну если я сейчас начну крутить камеру моя городушка может упасть просто-напросто вы пока можете мне рассказать пока я клею скажите мне пожалуйста вы уже готовитесь к новому году что-то уже делали какой-то декор о настя пришла привет нас очень рада тебя видеть это та самая насти которая у меня выиграла венок и которая все никак не заберет ну ничего еще время до нового года есть так вот смотрите видите приклеиваем и на добрый вечер рада вас видеть мы сегодня делаем вот такой подсвечник показываю вам кто вновь пришел показываю что мы делаем что было понятно делаем вот такой подсвечник новогодний из предметов почти подручных то есть и предметы которые есть открытки делаешь и лишь молодец я тоже делаю и заказ делаю и открытки делаю и вот видите вышла к вам прямой эфир показать подсвечник вот значит мы делаем потихонечку наши веточки приклеиваем их на горячий пистолет в таком более-менее хаотичном порядке тоже 4 штучки а приклеила я приблизительно рассчитала мне хватит пяти досочек идти еще веточек вот этих вот с одной стороны я почти закончила осталось еще чуть-чуть и сейчас перейду к другой стороне приклеивается на стекло очень хорошо между прочим в ленте будет итог да конечно фото будет сфотографировать я немножко как бы не сильно активно про рекламировала свой прямой эфир ну это тут связано с разными обстоятельствами вот такие вот палочки пока это вроде как непонятно что такое да переходим к другой стороне приклеиваем следующие палочки абсолютно любом порядке можно и тоненькие брать веточки у меня как-то получились одни такие палочки более-менее толстые добрый вечер и на добрый вечер нас это не обязательно ехать в икею немножко позже подошла такие стаканчики продаются фикс прайсе 20 руб по 25 рублей штучка я думаю что в икеи покупать вместе со свечой это будет все таки как-то немножко подороже людмила добрый вечер рада тебя видеть приклеиваем палочки процесс продолжается я постаралась выбрать для вас такие мастер-классы которые будут ну достаточно быстрые и простые конечно здесь я не смогу смонтировать быстрое видео все происходит в живом говорится формате поэтому привет привет поэтому сейчас вы я просто показываю как это делается это на самом деле не долго и не сложно и интересно суперклеем да можно обычно суперклеем я думаю что конечно можно единственное вам придется немножко подольше подержать потому что суперклей ну а вы имеете прямо супер который вот в маленьких вот этих тюбиках но мне кажется это чересчур будет так вот мне кажется можно на обычный момент кристалл приклеить потому что здесь важно чтобы он был прозрачный потому что ну мы же не хотим чтобы как-то грязь оставалась какая-то правильно поэтому можно наверное и на суперклей я думаю не вопрос не проблема вообще так вот так я чё о чем я говорила о том что я вышла к вам с такими несложными изделиями пожалуйста я еще к сожалению не не знаю всех по никам но я буду потихонечку запоминать можете представиться как вас зовут тогда я буду к вам по имени сразу обращаться я вижу девочек которые знакомы они уже у меня в эфире я их знаю так итак смотрите баночку обклеила вот такие вот дровиняки получились теперь у меня есть вот такие веточки это от старых елочек знаете вот всякие остались такие пушистые веточки я их соединила в такой пучок красивый один и второй можете еще раз повторяю можно найти соня я думаю очень приятно а меня ольга зовут я как-то не представилась начале эфира эфира очень рада познакомиться так вот вы можете если вы хотите чтобы аромат зелени в доме если у вас допустим елка не натурально можно просто пойти и секатор этим секатором очикать веточки сосны ели или можжевельника итак у меня готовы веточки это искусственные то же самое клеер на горячий пистолет совершенно спокойно стеклу прикладываем и получается у нас немножко подержать надо чтобы схватилась вот так еще скажите пожалуйста музыка не громко мне захотелось немножечко такого антуража новогоднего поэтому я включила музыку и с другой стороны мы делаем то же самое горячий пистолет наше все как говорится и приклеиваем веточку с другой стороны то же самое подержать надо потому что он должен остыть и хорошо схватиться негромко дали спасибо спасибо вот таким фоном мягким идет и хорошо так вот значит наши веточки теперь красиво расправляем сюда мы сейчас добавим шишечки чтобы они нас красиво лежали нужно немножко раскрыть вот так получается видите так теперь шишечки пока еще снег не выпал шишки можно набрать даже настроение создают ну здорово я рада вот смотрите вот эти шишечки спокойненько сейчас можно набрать пока еще не засыпала всю снегом в этом плане у нас плюс мы еще успеваем подготовить новогодний декор потому что снег еще не выпал и создать себе настроение так шишечку я предлагаю вот здесь поразместить серединке нашей композиции с одной стороны здравствуйте кто вновь присоединился рада вас видеть мы создаем интересный интерьерный подсвечник вот такой практически из подручных материалов присоединяйтесь к нам посмотрите все будет не был не долго я планирую все это успеть быстро сделать у нас уже практически больше половины от этого изделия сделано и добавляем вторую свечку а вот ведь еще получилось я плохо смазываю сейчас добавлю клея чуть-чуть сначала шишку подержу шишечка здесь еще я всегда очень люблю делать всякие вот новогодние украшения да соня свечку нужно любую на самом деле не просто очень понравилась эта свеча она вот по размеру такая интересная это я вот в икее купил так вот я купила такую свечку в икее но на самом деле первоначально я планировала сюда разместить вот такую маленькую я даже ее взяла но как бы это на ваш вкус единственное конечно она должна быть по размеру ну такая чтобы не не обжигала вот вот эти веточки они не плавились да либо не подгорали если это натурально ведь уже у нас практически практически все готово да и так шишечки мы приклеили теперь дальше вы можете добавлять все что хотите на ваш вкус конфетки какие-то блески какие-то веточки вот у меня есть вот такие вот туда показываю вот в камеру золотые веточки и ягодки вот я хочу их добавить украсить с каждой стороны вот эти золотые веточки положить под шишечку на горячий пистолет и приклеиваем вот сюда то есть совершенно свободно где вам больше нравится где больше интереса и кажется что будет лежать более гармонично и вот с этой стороны тоже добавлю подержать что пистолет застыл так теперь еще у меня есть вот такие ягодки такие ягодки остались красненькие я их тоже добавлю на горячий пистолет где нибудь с этой стороны например тоже рядом с шишечкой и прижать добро пожаловать всем присоединившимся ну вот смотрите у нас практически все готово теперь нужно немножечко припорошить чтобы наши веточки казались вот такими заснеженными такими более беленькими более такими нежными интерьерными но тут все просто если у вас есть любая белая краска пожалуйста у меня есть вот такой грунт акриловый грунт самый обыкновенный санет наша питерская компания и проходимся кисточкой поле как это не полируем конечно ну так немножечко тонируем наши веточки белой красочкой чтобы они карали оказались более такие вот натуражные так и здесь тоже самое и собственно говоря все наш подсвечник уже готов можно еще добавить у меня есть еще вот такие две веточки оставались остались я хочу их добавить вот тут по бокам мне кажется что с ними будет такая вот более завершенность да конечно настя можно и снегом который баллон у меня он стоит но сегодняшняя тема эфира создадим декор своими силами из того что есть дома не затратно и быстро поэтому оба снег из баллончиков ну возможно он есть не у всех поэтому конечно я могла тут сейчас побрыгать было бы очень красиво но если он у вас есть то кто вам мешает его использовать так с одной стороны готова и теперь другой стороны приклеиваем немножко держим чтобы она схватилась вот так вот такой у нас получается подсвечник по времени он занял у нас минут 15-20 я делала вместе с вами в прямом эфире чем еще можно грунт заменить грунт можно заменить любой белой краской детской акриловой если у вас есть своя краска акриловая пожалуйста если у вас есть детская дети может быть занимается творчеством вот такой у нас получился подсвечник сюда мы ставим свечку мне она очень нравится я ставлю вот эту и у нас получается вот такой атмосферный подсвечник как вам гуашь да гуашь тоже подойдет а я не сказала про гуашь да я сказала любая краска белая гуашь тоже возможно конечно есть белила я знаю белые давно не пользовалась белила белые красиво спасибо соня да и главное что это быстро и не сложно совершенно вот такая вот такой получился подсвечник это один теперь я хотела вам еще показать как у меня сегодня как-то получилось так что свечная тема хотела еще показать вам как можно задекорировать самую обычную свечу самую обыкновенную ну конечно желательно чтобы у нее был такой размерчик не совсем худой скажем но и не очень толстый достаточно вот такая вот свечка можно использовать любой джут в моем случае это зеленый джут можно использовать конечно вот такой бежевый мне захотелось вот такой зеленый джут значит мы начинаем потихонечку обматывать его здесь мы его конечно никак не закрепим только замотаем вот так сверху вот этой ленточкой потому что люблю свечи я тоже кстати люблю свечи и мне кажется вот эта новогодняя тема она очень актуальна как раз вот можно изгаляться по поводу свечей самым разным образом и так потихонечку не спеша обматываем ровненько нашу свечу вот этим джутом мне захотелось создать зеленый тон можно конечно и коричневый джут взять но мне захотелось взять зеленый так вот выравниваю чтобы они были более такие видите показывают камеры чтобы они были более ровненькие 1 к 1 ленточку и эту самую веревочку складываем и получается вот такая вот у нас красота ленточка закручивается стрелочка получается у нас вот такая вот уже канва выберем ее сделаем ее ну такую пошире почему потому что я хочу еще добавить сюда другой декор и чтобы он красиво лежал нужно конечно немножечко где приобрести такой джут коричневый зеленый попадался мне совершенно случайно зеленый попался сейчас вам даже скажу где я была в комусе и но в нем всегда есть джут обычный коричневый это совершенно спокойно иван в одной из поездок я случайно увидела что там стоял зеленый джут я взяла ему не знал еще даже зачем а потом когда уже как говорится стала думать то поняла что он очень даже пригодится мне вот именно декоре вот так я думаю что уже достаточно у меня приготовлено вот такой кусочек кружева я хочу его сюда добавить я думаю что уже вот так вот его будет видно чуть-чуть еще можно пару рядочков так шишечка а соня надеешься выиграть розыгрыш кстати да спасибо что ты напомнила я сейчас в профиле провожу розыгрыш если кто-то еще не знает вы еще успеваете присоединиться у меня пост я немножко но я после эфира выложу еще разочек напоминание значит под постом предыдущим под понедельничным постом у меня написана информация о том что можно выиграть карту в эту аль на полторы тысячи рублей тому кто оставит комментарий под тем постом затем подпишется на меня и будет stories ежедневно отвечать на мои вопросы и тогда по результатам кто все вот эти условия выполнить может выиграть эту карту я уже задала три вопроса тоже участвует отлично вот уже задала три вопроса остался только нет я 4 задал нет три вопроса ничего не сдавал осталось еще два вопроса отвечайте они не сложные на самом деле но мне кажется интересное и тогда уже субботу я подведу итоги и так вот я обмотала вот этим джутом нашу свечечку знаете какая она получилась интересная так теперь кружева маленький кусочек тут буквально я не знаю тут наверно сантиметров 15 я прикладываю его и приклеиваю на серединочку здесь уже можно горячий пистолет использовать и да я пока с вами говорила кончики я тоже на горячий пистолет здесь зафиксировала вообще горячий пистолет это конечно классная вещь в хозяйстве можно не только декорировать сзади такие такие свечки сзади где приобрела так какие свечки сзади сейчас расскажу подождите сейчас я закрыть и закреплю тисемочку о чем там речь там подсвечники свечи свечи в этом подсвечники которые наверное да сейчас соня еще раз повторим так и так вот я приклеила нашу тисемочку вроде бы рута сейчас будем дальше декорировать соня вы про эти свечки эти свечи я купила да это языке и это был такой набор причем это будет последний раз я ездила и их там в коробочке несколько штук разного размера но все 1 1 расцветки вот и не что-то так понравилось они такие вот прям снежиночка все блескучие и я решила их приобрести так итак мы приклеили тисемочку приклеили джут принципе можно и так оставить но мне хочется немножко еще похулиганить у меня есть такая палочка корицы такая палочка есть вот такой шнурок белый это бечевка называется бечевка или вощеный шнур вот не хочется добавить сюда эту палочку и похулиганить приклеить ее на эту свечку чтобы немножко добавить нового года привязываю сюда за серединочку я хочу чтобы она так смотрелось узелочек я сделаю вот где она раздваивается здесь будет ровненько а с обратной стороны будет узелочек у нас я пришла привет настя рада тебя видеть мы делаем свечу мы делаем новогодний декор здравствуйте здравствуйте рада видеть так теперь можно уже ленточку отрезать немножко отвлеклась и немножко запуталась так сейчас это как отрезали так здесь надо зафиксировать конечно на узелочек чтобы она у нас не выскочила правильно о готова так и приклеивать я и буду в том месте где у меня стык чтобы как раз его закрыть и его не будет видно можно его приклеить речи пистолет музыка что такая у нас тихая пошла не новогодняя тоже мне тоже приятно взаимно так подержать немножечко пусть нас хватится и теперь обматываем с одной стороны или с другой стороны по белой ленточки вот чтобы добавить немножко такого новогоднего настроения и завязываю на бантик бантик получится маленький и аккуратненький у катюша пришла привет очень рада тебя видеть спасибо тебе настроение у нас здесь творческая до рукодельничаем делаем новогодний декор можно потом посмотреть записи мы только что сделали подсвечник такой интересный подсвечник из подручных материалов а теперь вот я решила заморочиться привязать сюда палочку корицы сейчас почти готова а ура все вот я привязала эту палочку отмучилась немножко так и сейчас я чуть-чуть и подклеить нет не буду клеить если честно не хочу клеить мне нравится и так вот такая она получилась с ароматом ириша привет рада видеть вот она получилась такая с ароматом корицы новогодняя с красной ленточкой на зеленом джуте так по моему все мои ногти клеить но это нормально при желании конечно кто хочет может добавить сюда еще что-нибудь я на самом деле думала сюда еще какую-то снежинку добавить вот что такое да придумать ну это если очень хочется вот такая свеча еще одна задекорированная так и еще я к вам с одной такой штучкой все тут да я пришла я пришла еще показать вам вот такой интересный декор у каждого наверняка дома есть обычная банка из подцепочек продуктов есть же есть и наш любимый фикс прайс нам не даст погибнуть есть вот такие маленькие гирлянды на батареечках я так подумала что можно придумать абсолютно простой и быстрый декор смотрите свечи во вернее шишки и маленькие лампочки кладем нашу гирлянду вовнутрь укладываем ее такими полу дугами и закидываем все это дело шишечками шишечки я предварительно немножко затонировала и такими как это слоями бутерброда раскладываем немножко гирлянда немножко шишек немножко гирлянда немножко шишек уверяю вас вечером это будет смотреться просто божественно я сейчас вам цвет не смогу выключить потому что потому что мне нужно будет стать отойти но я сделаю обязательно фотографии я думаю это будет выглядеть очень антуражно по-новогоднему потихонечку укладываем и заполняем шишками получается вот такая штука оставляем в конце наш этот выключатель и я бы его честно говоря даже приклеила бы с обратной стороны то есть вы этой стороной поставите на видное место а вот этой стороной спокойненько можно при приклеить вот эту вот держатель я так и сделаю только не с той стороны да это крышка сорян ладно она потом снимется и приклеиваю немножечко подержать и все и вот так это будет выглядеть с обратной стороны у нас выключатель а у нас вот такая вот здесь баночка шишки можно до конца не докладывать и вот я еще одной на положу и все и получается такая баночка когда вам не надо вы выключаете свет а вечером как еще один подсвечник ну я же говорю сегодня у меня такой день день подсвечник вот так это выглядит да очень быстро за иришь очень просто и мне кажется очень атмосферно конечно я бы сейчас немножко так по-быстрому все укладывала гирлянду можно немножко так растащить ее так покрасивее уложить чтобы это было более равномерно но мне кажется да можно за дико не задекорировать конюшкой и шнурком а давайте сейчас так и сделаем у меня есть вот жутовый шнур и мне кажется что сверху можно спокойненько завязать и сделать ленточку более того снизу можно немножечко притонировать белым грунтом или акрилом и получится тогда у нас такой как из сугроба стоит баночка и будет мне кажется очень красиво волшебная баночка да настю спасибо я тут отвлеклась опять и потеряла ниточку вот вот такие вот сегодня у меня получились изделия я думаю что идея может быть и не на вы но во всяком случае я вам продемонстрировал что это делается очень быстро и на самом деле малозатратно поэтому надеюсь что это было интересно блесток на побольше нас не вопрос блестки можно добавить всегда главное вовремя остановиться правильно потому что блестки у нас всегда хочется добавлять еще еще и еще мне вот не хватает здесь еще наверно золота какого-нибудь да вот можно вот так вот завязать ленточку у меня по-быстрому получилось не очень как сказать эстетично но можно сделать и так и снизу например притонировать немножечко белым и получится такая такая заснеженная баночка пастой и не или гелем сверху прыти и будет супер конечно вот видите сколько едей сразу получилось появилась тогда мы тут с вами точно просидим даже уже уже у меня получается там почти больше даже чем полчаса мы можем просидеть и час и больше декорировать и д��корировать в новый год не надо останавливаться конечно мы можем и не останавливаться Мы можем сейчас затонировать сверху, пожалуйста, чуть-чуть беленьким, не вопрос. Вот у нас грунт, и вот так вот пройтись. О, и получается у нас, видите, что новогодняя тема. Так, да, вот, например, вот так вот. Вот уже беленькая, да, уже вкуснее выглядит. Можно еще снизу пройтись, мне прям очень тянет снизу. Здравствуйте, Алена, добро пожаловать. У нас здесь Новый год. О, Юлианчик пришел. Привет, Юлиана. Привет, рада тебя видеть. Декорируем свечи. Занимаемся подготовкой к Новому году. Вот такая свеча у нас готова. Вот такой подсвечник, в который мы тоже можем поставить свечечку красивую. Вот получается, что... Привет, привет! Да, яркая вишенка. И вот такая вот баночка, атмосферная баночка новогодняя, которую тоже можно поставить как ночной светильничек или просто возле елочки. В общем, вот с такими вот быстро идеями я к вам сегодня вышла. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Еще у меня вчерашний пост вышел. Красота, спасибо. Спасибо, Наталья. Вышел пост по декору вот такой баночки. Посмотрите, сходите, там видео в Массер-класс мини такой. Он очень тоже простой, быстрый. Вот я надеюсь, что вам будет интересно посмотреть. Он такой развлекательный, веселый и полезный. И напоминаю всем... Подсвечники из палок... Да, Ир, а ты пропустила немножко? Да, подсвечники я делала вот из таких обычных палочек. Так, я поближе показываю. Я потом выложу фотографии, посмотрите. Обычные палочки, которые сейчас еще можно найти, пока снега нет. Да, и веточки. Я взяла искусственные, но можно совершенно спокойно и настоящие добавить. Это может быть и можжевельник, это может быть и, господи, хвойные там ель или сосна. Так что можно сделать любое. Да, спасибо, спасибо. Вот, значит, я напоминаю о розыгрыше, который проходит у меня в профиле. В понедельник вышел пост, в котором я написала правила. Нужно каждый день в сторис отвечать в наклеечках на мои вопросы. И, ну, быть подписанным, соответственно. И оставить комментарий под самым первым постом, в котором написаны все правила. И кто сделает это в течение пяти дней, по итогам, в субботу будет розыгрыш карты Летуаль на сумму полторы тысячи рублей. Она ждет вас. Нужно совсем немного, как говорится, сделать правил, выполнить правил. Я думаю, это несложно. Вот, спасибо всем, кто был сегодня со мной в эфире. Спасибо за поддержку. Надеюсь, что вам было интересно, полезно. Такие маленькие, легкие мастер-классы по подготовке к Новому году. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в постах и в эфирах будущих. Всем всего хорошего. До свидания.